всем привет с вами комаров виталий ну и сегодня я хотел бы поговорить как и многие уже блогера поговорили об этом коронавирусе не о том как уберечься от него от него что это такое не вот в первый день карантина у вас в россии я утром вышел так на улицу посмотреть что происходит вижу тут там шашлычки жарит гуляночки организовывают праздник интересно конечно было и сам я к этому как-то относился с доверием власть у нас такая у нас ей никто не доверяет так вот на следующий день я встретил знакомого у которого родня живет в германии и он мне сказал что мол зря ты радуешься у них там тоже так все было у них пикнички были гуляночки радость все-таки выходной сейчас они там за задницу держится у них штрафы вели все как положено и у них там вот так вот хорошо решила списаться с кем-нибудь в германии просто на бум в одноклассниках набрал город списал с одной женщиной она мне рассказал что у них там происходит она живет недалеко от границ с францией в нескольких минут езды от границ она говорит что у них спортзалы готовят для центра поддержки дыхания то есть вот эти вот аппараты там ставят готовят и людей и везут с италии с франции все к ним туда они все это своими глазами вид как целые машины автобусы приезжают больных людей и лечит там потому что баталии что-то с финансами них нету так что вот так вот когда-то они там тоже веселились и мы сейчас веселим сейчас вот у нас вроде как первый день вот у нас башмакову например вроде как уже машина полиции ездила и оповещала людей что вы сидите дома вроде как штрафы ввели так вот так списался еще с одним человеком из другого города мужчина пожилой но мне сначала ответил что у них относятся также как и везде даже пошутил и спрашивала немец как он сам русский он говорит зачем немцы немцы даже говорить боятся их пошлешь нахер эти кивнет головой и дальше идет так вот шутил это был вчера а сегодня мне пишет говорит посмотрел кто творится в москве и московской области вот я вам цитирую чем не написал а надолго ли дураку стеклянный хрен вот так вот ребят здесь политики по моему уже ничего не касается многие говорят здесь не до политики особенно те которые за границей живут тут а политики речи уже не идет здесь действительно людей пытаются спасти это хрень она может расплодиться прямо моментально в один прекрасный день может пойти крупная волна и захлестнет довольно-таки ой как все из общения с иностранцами это все понятно не верите возьмите спешитесь у вас у кого-то есть знакомые за границей у знакомых знакомых у кого-то поинтересуйтесь сейчас это не шутки да у нас он лукашенко как он говорит в трактор в поле виду с тебе думать некогда будет вот так ребят не надо бежать за гречкой искупать остатки нам это не поможет не гречка не рожки не сахар не соль то что смертность большая от этого я не знаю смотрите у вас люди умирают от чего там умирают да у нас правительство говно да у нас медицин херня полная но ребята это все равно не праздник как-то лукашенко там что-то обещал рассказать потом когда все закончится сейчас мы не знаем что происходит сегодня уж трудно дома посидеть спокойно и нервируем после разговора всех сейчас сказать до очков стал на улице быть это волна она так просто не закончится тут будет дальше если с этой заразой не справиться наши медики то будет очень плохо это придет какая-нибудь волна просто-напросто будет население смывать земли в землю а у нас праздник выходные то что касается взрослых детей теперь про наших детей маленечко вот вы ребята молодые организм у вас крепкий вот вы знаете такая есть игра русская рулетка берут револьвер у него магазин барабанного типа 5 или 6 патронов столь вот туда вставляют один патрон крышку подносит вот если просто щелчок и все все радуется вокруг на уж если уж попал так попал так вот вот ходя погуляя погуляя на улице дам в толпой где-то там чё-то потусились вы домой приходите вы вот берете револьвер с одним патроном и направляете сразу на свою семью и делаете вот это вот или щелчок или выстрел там уж кого раните а кого и убьете вот в этом барабане всего лишь шесть дырок и одна только из них с патроном какая дырка достанется патроном или пустая вы подумайте об этом не надо сейчас мне кажется на улице шляться или чё там что-то как все грустно становится печально и кисто говно медицина говно да и летит у нас вокруг не особо сахару каждый за свою жопу держится если вы считаете что вы дартанин а все вокруг пидорасы ребята вы подумайте над тем что может быть что-то с дартанином не то ну вот все что я хотел сказать наверное пакету